здравствуйте в эфире телеканала север программа актуальное интервью в студии любовь пермякова 12 апреля в россии отмечаются день космонавтики сегодня у нас гостях покорители вселенной это летчики космонавты герои россии александр лазуткин и юрий усачев здравствуйте добрый день очень рада видеть вас в студии вы у нас впервые а я знаю александр это ваш шестой же приезд в округ но я уже не считал на счет мой вы впервые да уже удалось что-то посмотреть уже прошли какие-то встречи поделитесь своими впечатлениями очень много вчера мы прилетели и уже несколько школ посетили даже храм и были вчера на поздравлении округа с днем рождения очень насыщенная программа как встречали наши жители вас вообще хорошо 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 да тепло и в прямом переносном смысле александр иванович какова миссия вашего приезда я знаю что вы участвуете в проекте этот но тот проект который сейчас он идет это через арктику к звездам да мы назвали в чем все обычные мы хотим в счет детей наших наше будущее привлечь но не на сторону космонавтики а привлечь к тому чтобы они хорошо учились школе чтобы им нравилось учиться чтобы они вообще цель их жизни была бы такая познавательная сколько какой-то век живи век учись а здесь вот ты живешь и ты каждый раз смотри на мир открытыми глазами изучая его это хочется донести донести до них и сформировать у них вот такой навык юра ленша читала вашу биографию но впечатляет доказательство тому что простой парень из там из простой семьи может добиться таких высот что помогло и вот как шли к звездам да очень показательно в общем большинство людей думают что вся космонавтика или все великие дела где-то там в москве да или в питере на самом деле вот обычная семья маленький шахтерский городок мечта желание сделать что-то вот как это не звучит пафосно сейчас в наше время что-то очень важное хорошее нужное для страны вот видимо это желание быть похожими на тех людей которые управляет там самолетом сначала это желание было просто в авиацию просто информации очень мало было космос а потом вот так постепенно и да все я часто говорю космос гораздо ближе чем большинство людей думают это все здесь это просто приложить немножко усилий два часа полета ты уже в москве еще часто ты уже в звездном городке и так далее информации через интернет очень много надо мечтать и делать такие маленькие шаги для реализации мечты а как началась ваша карьера что заканчивали обычная школа потом мы служба в группе советских войск германии два года московский авиационный институт потом ракетно-космическая корпорация энергии тогда называлась нпо энергия в городе королеве молодым специалистом отработал написал заявление прошу рассмотреть мою кандидатуру отбор сложный наверное отбор да но он состоит в принципе из двух таких частей есть медицина которая наиболее консервативно просто для того чтобы понимать что человек летит здоровый не прерывать экспедицию случае каких-то нештатных ситуаций по здоровью поэтому сначала необходимое условие это очень глубокая проверка в госпитале два или три месяца лежал там очень много про себя нового узнаешь мы же по жизни пока не болит ничего не знаем где у нас печень какие у нас там ферменты крови или не знаю там лейкоциты и прочее вот когда полежишь очень много о себе узнаешь и врачи изучают и дают или не дают добро на спецтренировки даже не на полет пока на спецтренировки проходишь медицину собирается государственная медкомиссия которая принимает решение годин или не годин вот а потом технические экзамены есть комиссия собирается проверяет твой базовый уровень школьный желание учиться твой круг интересов твою значит и базовую и способности дискутировать со специалистами говорить спорить даже может быть это вот потом они выносят свой вердикт готовы или нет примерно так а у вас откуда появилась тяга космосу да я вот ищу этот момент когда она появилась не могу то есть когда наверное в то время когда я родился и жил вот это 61 год это все я я же не знаю какой был гагарин но 12 апреля помню вот это я потом уже впоследствии увидел когда портил его фотографию да я подумал ой я же по телевизору видел вот тогда вот но такие космонавта я не знал но мы играли тогда в космонавтов это раз это детский сад школа это когда научился читать меня просто уже привлекала фантастика мне хотелось я верил этим писателям которые пишут что там на такой-то планете там есть то 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 там такие чудовища ходят и вообще там другой мир я думаю я хочу его посмотреть и это сформировал вот это вот наверное желание вот этим заниматься это раз вот хотел 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 быть летчиком это потому что мне казалось что летчики это вот красивые сильные лучше чем инженеры люди вот собирался в летное училище пойти но попал не попал пошел в мои московские институты и когда меня спрашивают когда я думаю всегда я не найду не нахожу того места где бы я не хотел мне даже порой иногда вообще казалось что я как дурщак иду-иду по этой дорожке может быть свернуть куда-нибудь да говорят вот космонавт он совмещает в себе несколько профессий до этой как и жнец и надудей играть это так на самом деле порой происходит какие-то внештатные ситуации ну да это вот что из себя космический полет у нас ведь пока возможности нет надолго послать специалиста биолога но врач слава богу есть а вот другие специальности сложно потому что станция во первых очень сложное техническое сооружение надо ее уметь обслуживать управлять ремонтировать при необходимости поэтому кроме инженерного навыка требуются всякие другие еще поэтому решили что лучше набрать инженера и научить его проводить эксперименты нежели значит брать в полет человека с узкой какой-то специальности да вот поэтому вынуждены до этом интерес профессии что ты понимаешь что ты являешься руками глазами головой вот тех людей которые подготовили эксперименты того как ты сделаешь не знаю или направлении это будет или результат будет ли получен или нет поэтому очень большая ответственность но в этом интерес профессии когда видишь землю всегда мечтала задать этот вопрос вот что чувствует космонавт меняется мировоззрение в этот момент очень серьезно вид земли из космоса вот две вещи самые яркие это невесомость к сожалению нет аналога у нас на земле говорят это может быть дайвинг или это вот когда самолетом горку делают у вас на 2 как раз это те самолеты которые провоцируют эту болезнь движения нет реально невесомость это совсем другое это удивительное чувство такой легкости эйфории возможности летать внутри станции вот это первое что невесомость и второе это конечно вид земли из космоса потрясающее зрелище вот можно часами висеть иллюминаторы и любоваться планеты очень красиво то есть отличается как вы раньше представляли землю да или смотришь когда на картинку на видео когда ты видишь в живую дать совсем другое его ты часто повторяешь кто слышал пусть еще раз послушать да еще раз я улетел с представлением которое было сформировано простите предыдущими рассказами видео такая маленькая хрупкая земля когда первый раз увидел просто поражен был размером и во первых ну вот 8 километров в секунду скорости полтора часа чтобы один виток окружить земли она огромная еще раз говорю потрясающей красоты вот на высоте 400 километров мы можем 15 восходов и закатов если спать не будешь то вот 15 раз можешь это видеть как вокруг глобуса летаешь очень красиво горы атоллы в океане вот сколько островов и пустыни ну очень красиво выносы рек вот вы сказали если сон пропустить а сколько длится сон космонавта также как на земле примерно 7 выходной может чуть побольше на 8 часов поспать вот какими качествами должен обладать полететь в космос ведь это не только большая физическая нагрузка но и психологического для меня я говорю это было бы как кара господня отправь меня в космос это же все равно западное пространство мнение если бы краешком глаза хотя бы посмотрели и да это интересный это очень интересный интересный счастливы если бы потому что есть возможность вот так вот посмотреть на все это со стороны нет ни в коем мере не наказание это дар такой судьбы который дает возможность посмотреть почувствовать я там когда оказался вот что меня поразило я знал любил астрономии я знал что звезд много знал что атмосфера скрывает от нас там большую часть когда я вышел туда меня не столько земля поразила сколько звезды их такое огромное количество больше чем вот и плюс ко всему еще я понял разницу между тем если ты знаешь об этом или ты видишь это мы знаем что космос безграничный бесконечно туда-сюда вот в одну сторону в другую сторону огромное расстояние когда я их почувствовал а там я их почувствовал я увидел и меня стало страшно я вот так вот по спине холодок пробежал от этой вот бесконечности этих расстояний ты понимаешь что до тех миров которые находятся там далеко можно не долететь это члене такого современного космонавта или может быть еще космонавта прошлого столетия а у меня вот почему-то не было этого ощущения что космос огромные а ты такой маленький то есть нет вот этого подавляющего что рожать и часть да вот ты чувствуешь что ты часть этого почему-то ты соразмерен вот я не знаю это нет не знаю не от гордыни да это вот почему-то ты чувствуешь что ну да это большое как ребенок и взрослый тело-то маленькое там душа непонятна которая здесь то же самое то есть да ты меньше но это не не подавляет тебя ты каким-то образом чувствуешь соразмерность этому всему очень красиво да вы несколько раз выходили в открытый космос расскажите вот об этих момент 7 раз выходил 6 раз с юра нуфриенко еще во второй экспедиции один раз мы с американцем с джимом воссом но там короткий был там надо было просто внутри переходного отсека поменять атаковочные узлы поэтому но это работа выходишь в открытый космос когда какие-то нештатные ситуации до возникает нет нет это штатная не штатные тоже бывают но как правило это штатная работа то есть для чего выходит космонавты в открытый космос есть такое понятие экспонировать образцы то есть например ученые хотят понимать как ведут себя те или иные покрытия лаки краски термозащита и так далее как материалы пластики или соединение металлические сварные болтовые разные как они себя ведут делаются образцы на панели крепится выносится во время выхода закрепляются снаружи станции на поручнях либо на специальных местах и там находится необходимое время это полгода могут быть могут год-два быть и потом и во время очередного выхода когда запланировано космонавты собирают эти образцы заносит внутрь упаковывают и потом возвращают по возможности на землю вот хотя были не штатные у нас был один из выходов когда антенна которая должна была раскрыться на там такой стержневая конструкция была двумя бандажами зажата и она автоматически по команде земли должна была открыться и стержни от откроется вот один бандаж отошел а второй задержался то ли из-за температуры то ли не сработало и вот он в таком вот промежуточном состоянии застрял и мы с юра выходили как раз и искали место как раскрыть и так чтобы она большая там 9 метров по моему вот эта антенна была надо было занять место чтобы тебя не смело с поверхности станции поэтому так зашли там у нас такой специальный щуп был чуть подтолкнули его там быстро раскрылся очень красиво а сколько в среднем длится полет сколько находитесь в космосе полет как правило полгода определяется ресурсом то есть ресурс корабля 200 суток примерно вот исходя из этого чтобы это как машина если машина рассчитана на 20 лет лучше 20 лет а не менять каждые три года да если нет необходимости вот тоже самое примерно у союза 200 суток вот стараются экспедицию спланировать очень тяжело или уже вам было привычно по-человечески конечно ты скучаешь ты лишен очень многих вещей но ты сам написал заявление прошу рассмотреть кандидатуру поэтому чем занимается космонавты в свободное время я знаю что и читает да хорошая библиотека и видеотека на станции на мире погибло к сожалению когда мир топили там очень много было авторских экземпляров хорошая библиотека я говорю вот мистика такая как только я несколько раз летал с весны до осени вот май месяц приходит бах мастер маргарита попадается в руки вот так пересчитывал несколько раз но это как перед тем как в мешок или в мешок уже забрался перед сном там есть полчасика можешь в ущерб сну открыть книгу и почитать вас можно назвать королев внештатных ситуаций испытывал вас космос на прочность за ситуация какая самая сложная как из них выходили сидит король тут поделись вообще не штатные ситуации которые были они на самом деле не такие вели сложные не такие сложные то есть мы нас учат как выходить из нештатных ситуаций если есть пожар то мы делаем так если есть разгерметизация на так но есть вещи которых нас не учили и когда начинает уже ты начинаешь думать ах жалко я вот там школе не сидел и не слушал там учитель свою потому что вот у нас когда случился вот этот дтп корабль врезался ну разгерметизацию это мы пережили но станция она вот так у нас прощалась и она вращалась солнечной батареи там уже перестали понимать где солнце перестали давать нам ток аккумуляторные батареи все разрядились и наступил на станции тишина ничего не работает но это на самом деле это было приятно я тогда впервые когда это случилось круто тут все потухло тишина и меня уши заболели я подумал вот я услышал тишину космическую а так там все время что-то гудит на станции есть свет и ты почувствовал и тишину и темноту вот но это такая лирика вот из этой ситуации нужно было выходить мы не можем выйти на связи с землей потому что у нас ничего не работает вот ну каким-то образом там в корабле там запустили сам корабль поговорили с землей земля не понимает как мы вращаемся и мы говорим давайте попробуем двигателями корабля как-то вот станцию эту поставить на место вот сама по себе это операция той которой нас не учили и и мы земля не понимает что нам подсказать только добро дала и мы не знаем что делать но делать только мы можем и вот мы тогда сидели и соображали как нам определить вот эти вот все скорости с которыми мы вращаемся я вот почему сказал что вот я там действительно вспоминая что а и вот мы же все это где-то проходили я вспомнил одного человека еще со школы который мне просто показал как слушай знаешь как узнать скорость машины который едет вот в этом направлении он далеко находится вот так вот пальчик ставишь перед собой и смотришь вот она машинка въехала сюда здесь выехала и засекаешь время ну-ка она вот ширина вот этот палец он там на один градус ты узнаешь угловую скорость но здесь короче здесь уже физика пошла вот и у нас ни одного прибора нет и вот только есть пальцы и вот мы эти пальцы практически высовывали туда на улицу и отсекали эти скорости самое интересное мы их отсекали мы их трансформировали в голове там крутили потом соображали как нам нужно какую сторону давайте эти все импульсы мы все втроем это делали и у нас получилось и мы испытали огромное чувство восторга когда у нас это получилось не за того что мы вышли из этой ситуации оказалось что мы скорости правильно замерили потому что потом когда их на земле замерили и они нам сказали как по приборам мы говорим а мы так знание это сила да но это вот одно из дат это абсолютно верно и я помню что это не в школе было это вот этот дядечка мой встретился дороге я поэтому сейчас говорю вот детям учите все запоминайте все просто впитывайте себя все знания неважно там тебе не нравится пение учись петь учись слушать музыку пригодится я сейчас вспоминаю слова великого режиссера джеймса кэмерона правильно он сказал про наших инженеров да что когда у русского нет какой-то детали он начинает ее придумать из ничего и тут же скручивать да то есть он не теряется даже от американцев или других иностранных иностранных граждан но это правда да да у нас таких несколько было вот случае с американкой летаем на мире еще и она не все по инструкции на да они очень жестко дозаминирована поэтому и она плитает ах вот там у нее была печка и так суппорты которые подавали туда такие столики кристаллов печку в эту ах вот это на на программу неправильно она не рассчитала неправильно я просто заклинила этот ступор суппорта и мы значит юра подожди что случилось подошли вытащили выключили вытащили значит этот суппорт ампулы сняли у нас такой стол был очень массивный на мере специально для таких дел мы положили посмотрели примерно два раза в нужном месте молоточком ударили поставили все это заработало да конечно была совершенно восхищена второй случай был раз уже заговорили надо сказать что на станции ведь если ты это не сделаешь никто тебе не поможет только вот мы так называем гаражным навыком вот насколько ты умеешь владеть инструментом так и получится летаем на шаттле летим к станции а мне поручили эксперимент значит там семена сои в таких мешочках холощовых вот и надо было перчаточный бокса такая небольшая коробочка с перчатками внутри вот надо было взять эти семена в несколько таких длиной на 1 палец семян в мешочках надо было смочить и биологически активной жидкостью выдержать по моему там полторы что ли минуты потом это все прополоскать промокнуть в отдельный мешочек значит и потом вот все это в упаковку а в это время идет выход на шаттле и они давление поменяли и перчатки вместо того чтобы внутри бокса их выдавило сюда просто не продумали чтобы клапан какой-то поставить чтобы давление регулировать началось с этого потом я начинаю эксперимент и тут вижу что мешочек для вот этой использованной воды он гораздо меньше на в три раза меньше чем жидкости которую вы что делать а причем забраться туда невозможно вот эти перчаточные вот я смочил уже все потом командир пролетает шаттла я говорю джимс у нас вот проблема он говорит это же не мы это они ошиблись оставим на следующем полете сделают она на станции так не принято ты тебе поручили ты сам должен выходить у нас так не принято да я думаю надо как-то выходить скажет но вот этому русскому поручили это университетский какой-то американский был эксперимент поручили он чайник не справился надо что-то делать а смотрю там сверху крышка там штук 40 на работ болтиков накручена и они на герметике то есть нет нет здесь я точно не успею а времени ограничено надо быстро это все было смотрю а перчатки они такими металлическими бандажами вот как у нас сантехнические эти и ниткой закручена я думаю попробую я значит отверточку раз быстренько откручиваю этот бандаж смотрю перчатка снимается я туда полотенце промокнул еще раз влажное полотенце раз все на место поставил закрутил джимс пролетает горит ну что запороли эксперименты были нет как нет все нормально вот такое недоумение как может как до этого можно задуматься подходит даже вот ты понимаешь что ты сам должен это вот так вот таких много бывает это здорово так и зависит от тебя вот насколько ты способен все-таки после этого да ты начинаешь чувствовать в чем разница между русскими иностранцами да они очень жестко детерминированы не я отвечаю все тяжело с женщинами летать в космос но нет что я большой специалист по полете шучу так совпало что я из француженка и вот с американкой долго и последний полет был в 2001 году с сюзан холмс я вообще убежден что экипаж должен быть смешанный все-таки также как психологически наверное вообще коллектив более гармоничен когда в нем все-таки мужчины и женщины на мере когда летали там три мужика там можно было после физкультуры уж извините там шорты зажал как был занимался там зажим между перелетел в другой модуль чтобы помыться вот никого не смещен не смущала как бы там голая спина да вот когда женщина тоже понимал что мы там прикрывали люки чтобы это все было как бы прилично чтобы не нарушать вот поэтому это всем другой вот еще один маленький пример раз уже заговорили последний полет уже прилетела к нам шаттл пристыковался смену привез а мы летаем уже джим сюзан вот и я и прилетел фрэнк альбертсон американцы два наших и среди наших михаил тюрина есть такая процедура называется передача смены мы должны какие-то нюансы рассказать где что хранится на станции вот мы с мишей летаем значит на станции он говорит слушай у вас такой порядок на станции как вам это удалось это было в гараже у джима воз а джим очень организованный у него каждый ключик на месте вот я когда увидел думаю вот тот человек который мне нужен портинженером вот ну и поговорили все а сюзан где-то в это время там рядом летал на другое утром и на завтрак значит к столу слетаемся народ задержался а мы сюзан значит вместе я смотрю она подлетает у нее глаза такие вот прям не говорится что случилось агаты юра как ты считаешь я хорошим бортинженером было игру конечно сезон она говорит нет вот мы летали то как ты считаешь его конечно сюда подлетел такие приобнял щечку посылал города то что а чё вы чё ты вдруг засомневалась говорю смотри полет заканчивается уже через несколько дней будем дома станция уж точно в лучшем положении передается чем была до нас она говорит а вот ты вчера миша рассказывал станция в таком хорошем положении потому что джим здесь я говорил совершенно без заднем истика говорит она летала рядом услышала все это на себя применила видимо всю ночь поревела потом прилетела с такими глазами я думаю да надо фильтровать надо более тщательно женщины а сколько с юзан была когда был полет 40 лет примерно очень любопытная женщина она пожертвовала скажем так семью и она полковник по авиационному вооружению была потом после полета она ушла в военный космос дослужилась до генерала три звезды то есть она такая вот по-моему так до сих пор у нее семьи нет она в прошлом или позапрошлом году ушла в отставку но вот она дослужилась что очень редко и для женщины вообще так что это американские женщины вот они для них друг друга учились да тоже у них очень много есть чему поучиться у нас тоже наши фантазии изобретательности они 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 упертые они если вы за что-то берутся то очень серьезно вовсе в случае те которые вот с которыми летал есть чему поучиться друзьями они потом становятся в одну всю жизнь более того сюжен сказала любопытную фразу после полета что мы просто даже друзьями остановимся как будто дальние родственники то есть ты с этим человеком уже космическая связь вот как говорят да да ты вынужден летать долго и ты понимаешь что жизнь твоя и твоих коллег в твоих руках если что-то случится ты вынужден будешь прежде всего бороться за жизнь и поэтому да и до сих пор дружим и общаемся и встречаемся давай ну сложно сложнее все-таки женщина американская это своеобразная как бы это сказать не существует другой другой человек а вот джимом да дружим до сих пор я говорю даже может быть не так много такого таких отношений среди коллег как вот с ним как-то сложилось так он он очень правильный такой порядочный по жизни и хорошие это не хватает александр иванович вам повезло меньше вам женщина не досталась вам достались только внештатной ситуации да я так понимаю нет нет у нас для меня такие чувства которые я вообще не ожидал на самом деле женщины прилетали 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 на 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 шаттле то есть через три месяца мы провели в космосе и вот и юра там правильно сказала что как бы усколыхнул мои воспоминания когда эти две женщины одна американка одна наша плыли из шаттла вот с этого момента я почувствовал себя каким-то грязным я подумал все я вспомнил не то что ему ну когда мужики летают это вот что случилось ой что что дальше было я стал смотреть те ли я шортики надел или там это как как мне этот футболочка подходит ли к этому вот командир мой василий стал причесываться все время мы стали лучше а когда мы то есть мы стали вот когда мы одни мужики от мы грубеем поэтому женщины нужны грубеем без вас мы грубеем согласно а как ваши семьи относятся вот как профессии вашей не было такого все заканчивая уже с полетами особенно после внештатных ситуаций представляю как они волнуются в этот момент но им конечно сложнее потому что мы любимым делом занимаемся вот им сложнее я еще не был в отряде я помню очень хорошо этот разговор с верой женой говорю вот я хочу пройти отбор она говорит ну попробуй конечно же понимаешь что это очень непросто попробуй может получится но вот согласилась тогда я думаю что мы тогда не очень понимали конечно что нас ждет так теоретически но если бы она сказала нет я не хочу и это ни к чему я бы наверное подумал пойти или нет потому что все таки семья это важнее поэтому какой бы ни было высокой мечты вот для меня во всяком случае поэтому если бы не поддержала то не пошел и она поддержала и во время полета мы конечно созваниваемся так время от времени находясь в полете или там телевизионные мосты там раз две недели по моему организовывались можно было пообщаться семьей но вот все равно этого не хватает конечно но ты понимаешь что это не даже не твое личное дело это очень ответственная очень работа нужная для очень многих людей которые на земле поэтому очень важно чтобы семья семья поддерживала александр а у вас как тоже поддерживает поддерживает да ну во первых поддерживала ведь я вообще жену считаю своим спонсором космическим потому что когда я ушел из семи в отряд вот я практически как целую неделю провожу звездом городке на субботу воскресенье возвращаюсь и на жене весь дом двое детей вот и я еще нужно как-то жить надо те времена были тяжелые да она тоже инженер она сменила работу может не знаю там не нравился может быть наоборот нравилась но она она тогда она говорит я понимала что я должна зарабатывать я должна зарабатывать должна делать вот это все хорошо для семьи чтобы мне было хорошо вот я я я помню что были немножко такие вот не то что и недопонимание когда у нас была подготовка мы часто там в командировке ездили за границ туда мотаемся и хочется тоже и для нас вот для меня вот для семи нами был вот полет очень важен потому что понимаешь что после полета жизнь должна измениться и так как она тоже активный человек она тоже хочет за границу она тоже хочет посмотреть мир рядышком со мной вот и вот полет совершился в моей жизни ничего не изменилось я продолжал ездить за границу то что приглашают приглашают но приглашают без нее а у нее моя жизнь как раз изменилась потому что я вот стал это больше так гулять по свету а она осталась с детьми то есть она то ждала другого вот это тоже нужно было пережить потому что мы не всегда вольны конечно своих действиях да я стараюсь вот тогда приглашают брать с собой и говорю даже я плачу билет там нет но сейчас это да слишком долго без семи были поэтому извините это право и посмотреть так же вместе с нами ну то есть теперь мы вот воздаем им должное стараемся наверстать того что было упущено там да хватит космических женщин пора возвращаться к своим земным да очень любопытно кстати было мы летали с шеном пять месяцев а потом прилетела француженка мы еще две недели летали а у клади было у француженки очень много экспериментов и мы пытались помочь ей подготовить оборудование там все и акцент был перенесен то все время было на шена на тут на клади и надо было видеть как она ревновала вот как женщины между собой это было очень забавно а мы даже по привычке потом клади иногда шена называли потому что она одна женщина была на борту она кажется домой прилетите не забудьте жен своих правильно называть к сожалению время наша передача подходит к концу очень было интересно с вами пообщаться я хочу чтобы вы сейчас вот сказали слова напутствия тем молодым людям которые может быть мечтает о космонавтике да но чего-то бояться пожалуйста вот на эту камеру на эту камеру ну во первых я не хочу быть как бы ментором да я хочу просто пожелать чтобы вы искали ваше место ваше ваше любимое дело это очень важно я так иногда говорю что начинается все с ошибки в выборе профессии потом это все люди занимают у нас очень много в мире вообще в стране людей которые занимаются не своим делом к огромному сожалению потом они начинают искать оправдание этому всему очень сложно найти в себе причину начинает искать в окружающих это всегда напряженные отношения потом это все психосоматикой потом болячки пошло и поехало хотя ошибка очень простая человек не не подумал вовремя или не не мечтал вот или спросил себя чем же я хочу заниматься причем не важно что это будет дело которое вы делаете с удовольствием с любовью обязательно принесет и славу и деньги и прочее потому что любимое дело невозможно делать плохо поэтому я искренне хочу чтобы вы независимо от того что вам говорят родители уж простите родители или другие советуют спросите себя чем бы я хотел заниматься неважно техника это или гуманитарные все все нужны люди просто займите свое место в этой жизни я вам искренне желаю чтобы вы этого нашли и стали счастливым человеком вот как мы здесь присутствующие сегодня удачи вам вот ну не сговаривались я бы сказал бы тоже самое 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 главное самое главное делать то что вы хотите и не ведитесь на то что я вот это хочу а вот здесь пожалуй быть повыгоднее как только вы свернете с этого пути вы потом будете жалеть о том что вы не сделали то что вы хотите то что вы хотели вот это утверждаю а второе я бы хотел сказать не бойтесь идите вперед и как бы ни казалось вам цель недостижимой вы ее достигнете если будете идти и если не будете сворачивать спасибо большое будем следовать вашим советам спасибо что пришли сегодня к нам в студию напомню это была программа актуальное интервью сегодня у нас гостях были летчики космонавты герои россии александр лазуткин и юрий усачев до новых встреч